работа дальнобойщика не просто но хорошо оплачиваем всем литва на связи в этом видео будет обзор на транспортные компании офисы находится в трех городах с помощью gps можно найти главные офисы вот тут у нас находится литка здесь батырева а в данный момент мы находимся у офиса в горели у меня здесь уже есть своя транспортная компания чтобы открыть меню тк прописываем команду slash company здесь у нас 10 пунктов первая информация указан владелец компании количество сотрудников рейтинг компании и заказы автопарк насчет него машины закупаются внутри меню владельцем транспортной компании у каждого транспорта свое назначение и поэтому цены варьируются меню управления мы можем снять деньги за несколько дней у нас уже накопилось 36 миллионов неплохо в этом же меню можно изменить название транспортной компании за один как они чаще раза в неделю также можем уволить игрока и продать компанию гос а если мы используем функцию продажи в гос это полное удаление транспортной компании и вам вернется 50 процентов от гос стоимости у рабочих фур есть свойство ломаться и поэтому есть пункт состоянии рабочего транспорта на одну фуру дается 50 рейсов как только 50 раз арендуют данную фуру то ее нужно будет починить вы также можете здесь изменить цену за аренду данные фуры от 1 тысячи до 10 во вкладке сотрудники просматривается рейтинг сотрудников немного дед инсайдов финансовая статистика здесь указана прибыль и количество выполненных заказов за один день очень удобно особенно для тех кто будет выдавать примки и за последние дни у нас финка по 7 миллионов что довольно таки неплохо также здесь есть информация по рейтингу за успешно доставленный груз вам выдается 10 рейтинг а дальше уже идет математика в личной карточке можно посмотреть свою статистику лучший сотрудник дня с нуля рейтинга это только литва мафия так может ладно улучшение покупка нового офиса увеличивает рабочие места в вашем тк до 150 участников покупка новых мест гараже увеличивает количество транспорта в тк с 10 до 20 и покупка лицензии на транспортировку она позволит вам работать с частными заказами то есть у нас здесь есть две категории заказов городские и частные городские заказы они общие для всех транспортных компаний такие как уголь древесина золото алмазы а частные это те что заказывают владельцы бизнеса то есть по факту если вы покупаете эту лицензию вы сможете дать рабочим дополнительные заказы это доставка продуктов в различные магазины закусочные ну и загрузка топлива помощь здесь указаны основные команды и описание работа в тк доступна с 5 игрового уровня еще вам нужны будут права категории c и медкарт а если вы уже устроены в транспортной компании то для начала нужно будет арендовать грузовик затем мы забегаем в интерьер и прописываем команду others здесь у нас список заказов само устройство происходит в офисе вот здесь на этом пикапе на этом пикапе мы создаем транспортную компанию стоимость 100 миллионов лимит по транспортным компаниям тоже есть 5 транспортных компаний на каждый город то есть всего на сервере может быть не более 15 тк частных заказов пока не вижу смотрим городские так как наша тк имеет менее 50 тысяч рейтинга то пока что нам доступны только уголь и древесина если у нас будет более 50 тысяч рейтинга то появятся уже алмазы медь железо золото и понятное дело там уже свои точки загрузки и разгрузки ну и своя прибыль а так за один заказ мы в среднем получаем 40 тысяч а владелец тк за каждый заказ 15-17 тысяч как только взяли заказ садимся фуру и прописываем команду слэш кага у нас появляется прицеп если мы потеряем каким-то образом прицеп или не знаем куда нам нужно ехать приписываем еще раз слэш кага и здесь уже есть пункты которые помогут вам решить эти вопросы ну чтож едем до шахты грузим уголь и затем сдаем его на нефтезавод в зависимости от того где именно находится ваша тк вы уже сами должны определить для себя какой вид груза лучше перевозить приезжая самый богатый район ли он ставлю цель прикупить здесь домик вот уже почти подъехал к шахте и кажется застрял ой давайте как раз проверим работу админов помогите застрял надеюсь ответит администратор фрэнк мухин бегу так что он делает сначала ты пахает фуру с игроком а затем прицеп и в принципе да мне это помогло большое спасибо так все загрузились на шахте и отправляемся теперь на нефтезавод номер два находится он за пределами цивилизации возле тюрьмы лайфхак проезжаем с этой стороны и вот она нефтебаза ждем разгрузки и в левом верхнем углу у нас идет пополнение баланса вы успешно сдали груз уголь и заработали 40 тысяч рублей принципе все дальше же дело за теми кто здесь планирует работать покажу вам бензовоз здесь при доставке топлива нет прицепов доставляете топлива бензовозе с комфортно никто вам не помешает а с продуктами для магазинов и закусочных тоже без прицепов насчет разделения двух типов фур здесь владелец тк переплачивает за максимальную скорость если у него не хватает денег он покупает более дешевую фуру за полтора миллиона и ребята принципе могут спокойно работать ничего такого нет но если это профессионал который хочет улучшить условия для работы своих же сотрудников он может приобрести фуры за 4 миллиона они уже едут побыстрее ну а кто работает дальнобойщиком тот знает что время деньги чтобы прокачать такой же ты как у меня понадобится примерно 130 миллионов на машины на улучшение но думаю первый владелец тк все-таки заберет неплохие сливки потому что фармить по 78 как а каждый день окуп явно меньше чем за месяц данная работа одна из самых выгодных для пятых уровней уже можно спокойно фармить кэш если понадобится система навыков система скилов как и на других работах то в принципе тоже можем здесь добавить ее я сам частенько работал в транспортной компании плюс и был владельцем и примерно понимая то что частенько игроки которые не могут весь день работать и хотят премию получить они как бы постараются но не могут ее получить потому что есть люди которые работают поактивнее а здесь как бы все в своем распоряжении каждый получит то что он заработал будем отслеживать обратную связь вот как получилось видео а на этом все всем спасибо и пока